В студии с выпуском новостей Амир Кедрасов. Здравствуйте, начнем с темы выборов. Сегодня на территории всей страны завершается предвыборная агитация. 17 сентября день тишины, а 18-го – единый день голосования. Детали выборного дня расскажет Михаил Подковка, председатель территориальной избирательной комиссии. Уважаемые избиратели, в воскресенье, 18 сентября 2016 года, состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва и депутатов Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 4-го созыва. На всех 26 избирательных участков, расположенных на территории городского округа город Кумертау, голосование проводится с 8.00 часов до 20.00 часов. Каждый избиратель голосует лично, голосование за других лиц не допускается. Бюллетени выдаются избирателям, включенным в списки избирателей, по предъявлению паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а если избиратель голосует по открепительному удостоверению, по предъявлению также открепительного удостоверения. При получении бюллетеней избиратель проставляет в списке избирателей серию и номер своего паспорта и расписывается за получение бюллетеня. С согласия избирателя серия и номер паспорта могут внесены быть членом избирательной комиссии. Член избирательной комиссии, выдавший бюллетени, также расписывается в соответствующей графе списка избирателей. Избиратель, включенный в списки избирателей, получает 4 бюллетеня. По выборам депутатов Государственной Думы 2 бюллетеня. Первый бюллетень по одномандатному избирательному округу Республика Башкортостан, Салаватский одномандатный избирательный округ номер 7, в котором в алфавитном порядке указаны фамилия, имена и отчество девятерых зарегистрированных кандидатов. Год их рождения, место жительства, основное место работы и занимаемая должность или род занятий, а также указания, каким избирательным объединением он выдвинут. Второй бюллетень по единому федеральному округу, в котором указаны наименования 14 политических партий, зарегистрировавшие списки кандидатов и фамилии, имена и отчество первых трех кандидатов из федерального списка партий. По выборам депутатов Совета городского округа избиратель получит два бюллетеня. Первый бюллетень по одномандатным избирательным округам, в которых также в алфавитном порядке указаны фамилия, имена и отчество зарегистрированных кандидатов, год их рождения, место жительства, основное место работы и занимаемая должность или род занятий, а также указания, каким избирательным объединением он выдвинут. Второй бюллетень по единому городскому округу, в котором указаны наименования четырех политических партий и фамилии, имена и отчество трех кандидатов из зарегистрированного списка. На бюллетене справа от наименования партии избирательного объединения или зарегистрированного кандидата располагается квадрат. Голосование проводится путем внесения избирателям в бюллетень любого знака в квадрате, относящимся к кандидату или партии, в пользу которого сделан выбор. Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня допустил ошибку, он вправе обратиться к члену избирательной комиссии, выдавшему ему бюллетень с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. Член избирательной комиссии выдает избирателю новый бюллетень, делая соответствующую отметку в списке избирателей напротив фамилии данного избирателя, а испорченный бюллетень гасится. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, доверенным лицом кандидата или политической партии, наблюдателем. Избиратели, которые внесены в список избирателей и не могут самостоятельно по уважительной причине, по состоянию здоровья или инвалидности, прибыть в день голосования в помещении для голосования, вправе обратиться в соответствующую избирательную комиссию с письменным заявлением или устным обращением, в том числе переданным при содействии других лиц, о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. Заявления, устные обращения могут быть поданы в участковую избирательную комиссию в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее 14.00 часов 18 сентября 2016 года. Уважаемые избиратели, 18 сентября 2016 года мы избираем высший законодательный орган Российской Федерации и представительный орган местного самоуправления. Территориальная избирательная комиссия городского округа город Кумертау Республики Башкортостан обращается ко всем избирателям города Кумертау с призывом прийти на выборы и исполнить свой конституционный долг. Детали единого дня голосования рассказал Михаил Николаевич Подковка, председатель территориальной избирательной комиссии. Продолжаем выпуск. В городской администрации сегодня состоялось заседание комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности нашего города. Участие в совещании приняли заместитель министра финансов Республики Наталья Калугина, глава Кумертауской мэрии и руководители предприятий города. В этом году Кумертау будет присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития. В будущем это позволит получить льготы на страховые и налоговые взносы. Статус успешного муниципалитета привлечет инвесторов и позволит улучшить экономику в целом. О перспективах развития городских предприятий после получения городом статуса ТОСР в своем выступлении на заседании комиссии рассказал глава администрации Борис Беляев. ТОСР предоставил президенту возможность ускорения инвестиционной окупаемости, позволит увеличить налоговые преступления в бюджетах всех уровней и создать более 200 тысяч новых рабочих мест. Но Кумертау это огромнейшая цифра, 200 тысяч новых рабочих мест, потому что, если судя по центру даритета, у нас 400 человек. Неформальная заставка, но скорость существует, но она не такая уж высокая. Поэтому 200 тысяч человек нам очень сложно будет найти. Нам придется работать со студентами, с выпускниками вузов и с теми людьми, которые уехали за пределы города Кумертау, потому что мы вернулись и нашли тут свою нишу. На сегодняшний день в городе ведется работа по подготовке инвестиционных площадок. Заместитель министра финансов Республики Наталья Калугина отметила тот факт, что в городе Кумертау управленческая команда проявляет максимум усилий для решения экономических и социальных проблем. Руководители городских предприятий также занимаются формированием успешных производственных проектов. Как выходить из этого положения завода? Способ только один. Закрытие в 2016 году наших долгов по гособоронзаказам 2015 года. Это 16 вертолетов. Выполнение в 2017 году досрочного всего гособоронзаказа. Плюс продажи вертолетов и завершенки. Их у нас на сегодняшний день почти 5 миллиардов рублей. Активно реализуют производственные проекты городское предприятие «Маслоэкстракционный завод». С докладом о показателях на предприятии и итогах инвестиционной работы выступил директор завода Владимир Емелин. В этом году на 1 июля создано 85 рабочих мест. Строительство транспортного цеха планируется в следующем году. Цех рафинации будет построен в 2018 году по плану. Итоговая сумма инвестиций на строительство будет 5,8 миллиарда. И будет создано 220 рабочих мест. По итогам совещания были определены основные проблемные вопросы в экономической и социальной сфере города. И выбрано несколько направлений деятельности для управленческой команды и руководителей городских предприятий в улучшении и развитии финансовой стабильности муниципалитета. Город Кумертау – это та территория, которая действительно может стать территорией, опережающей в развитии. Город, в котором грамотная управленческая команда, которая ведет за собой, с которой можно идти, можно идти действительно к развитию. Это люди, которые ставят перед собой амбициозные цели, добиваются этих целей. Действительно, реально виден прогресс. Видно, что город развивается, становится краше и комфортнее. Очень порадовало, что люди на улицах улыбаются. Может быть, это тут, конечно, и погода способствует. Но я думаю, что в первую очередь это комфортные условия жизни. По всей стране растет количество кредитных организаций, которые выдают микрозаймы. Проверка работ таких контор органами прокуратуры проходит ежегодно. Сейчас на связи со студией помощник прокурора Ирина Кочетова. Здравствуйте, Ирина Сергеевна. Скажите, как обстоят дела в нашем городе? Здравствуйте. Прокуратурой города Кумертау по заданию прокуратуры Республики Башкортостан и указанию Генеральной прокуратуры РФ в июле и августе 2016 года были проведены ряд проверочных мероприятий в деятельности микрофинансовых организаций. А именно тех организаций, которые выдают краткосрочные денежные займы. В результате проведенных проверок выявлен ряд многочисленных нарушений. Да, а выявлены ли нарушения? Если да, расскажите подробности. Нарушения варьируются в первую очередь от сферы потребителей, а именно вывеска не содержит полной информации о юридическом лице, о режиме его работы в фактическом юридическом адресе, вплоть до таких нарушений, которые у нас указаны уже в договорах займов. Хотела бы обратить внимание граждан, при заключении договоров потребительского займа обращайте внимание на то, что в указанных договорах недопустимо применение условий, которые каким-либо образом ограничивают гарантированные вам Конституцией Российской Федерации права. Да, Ирина Сергеевна, приведите, пожалуйста, пример такого нарушения. Было выявлено нарушение, согласно которому установлен возрастной предел гражданам, которым полагалось предоставление микрозаймов. То есть гражданам от 21 до 70 лет. При всем при этом мы с вами прекрасно понимаем, что возраст дееспособности у нас предусмотрен 18 лет. И, соответственно, данная категория граждан от 18 лет до 21 года была незаконно ограничена данным условием. Еще одним из условий, которые ограничат права граждан, это обязательное наличие мобильного телефона и номера указанного мобильного телефона. Встречались случаи выявления в условиях договоров таких условий, которые предусматривают штрафные санкции за утерю мобильного телефона, за случай, если по указанному заемщикам телефону оператор не сможет до него дозвониться. Имейте в виду, что данное условие незаконно, оно подлежит оспарению. Поэтому просили бы быть внимательными и бдительными при заключении договоров микрозаймов, так как впоследствии вам их необходимо будет исполнять, выполнять все предусмотренные данными договорами условия. Спасибо. Напомню, у нас на связи была помощник прокурора Ирина Кочетова. Она рассказала нам о проверке кредитных организаций в нашем городе. Мероприятие под названием «100 вопросов взрослому» состоялось в 10-й школе. Гостем стал старший пристав Орджоникидовского района города Уфы Управления Федеральной службы судебных приставов Степанов Александр Валерьевич. Ученики кадетских классов задавали интересующие вопросы гостю. Об этом и другом в нашем следующем материале. Здравствуйте, ваш коллега. Здравствуйте, ваш коллега. Сегодня вы ответите на все наши вопросы. Но по традиции у меня вопросы сначала к вам. Как вы считаете, можно ли детям говорить неправо? Я считаю, что детям неправо говорить нельзя. Ну, вы готовы к встрече с нашими детьми? Добро пожаловать. Пройдете в саду. В городе Кумертау Александр Степанов работал руководителем местного отдела приставов. Теперь, спустя два года, старший пристав вновь в родном для себя городе. Особенность приезда не только в общении со школьниками, но и в особенном патриотическом воспитании детей. Нашей службе уделяется широкое внимание патриотическому воспитанию детей. И я просто никак не мог мимо пройти наших кадетов. Вот именно постановка вопросов, постановка ответов была направлена на то, чтобы, во-первых, отдать правдивый и реальный жизненный ответ. И, во-вторых, детей направить действительно на конструктивное решение вопросов, на позитивный лад, на то, что в жизни трудностей нет. Есть просто решение вопросов. И самая главная борьба, как я уже отвечал, думаю, с кадетов, это борьба с собой. Преодолеешь себя, преодолеешь любые вопросы в жизни. Ученики кадетских классов задавали вопросы гостю разного характера. Здравствуйте. Какая ваша форма успеха? Форма успеха? Пришел в мизинку в бюджет. Какие вы больше всего получали отзывки в школе? Честно скажу, я хорошо учиться в школе не стремился. Но когда я закончил 11 класс, у меня было 13 пятерок и 6 четверок. Проект не был ни одной. Почему были такие оценки? Мне было интересно учиться. А оценки, я думаю, как и награда, это всего лишь побочный эффект учебы. Задавали вопросы не только учащиеся. Александр Степанов поинтересовался у школьников класса судебных приставов. Что нового они узнали, обучаясь в кадетских классах. Мы и увидели много нового, мы и посещали УФУ. Мы посещали разные присяги. Это было очень интересно. И само учение в классе кадетском, наверное, дает узнать много нового. А именно судебного пристава – это изучение законов и многое другое. Также старший пристав признался, что приглашение на такие типы мероприятия он принимает охотно. Служба приставов открыта для общения с любыми учреждениями, организациями. В частности, вот в своем лице я всегда охотно откликаюсь на подобные мероприятия. Провожу определенные, скажем, вопросы-ответы. Мне предоставляют слово на школьных линейках. И я считаю, что такие мероприятия проводить необходимо. Это дает детям модель самореализации в жизни. Это им помогает самоопределиться. То есть копировать модель успешной реализации себя в жизни и исследовать этой модели. В рамках волонтерского движения Александр Степанов вместе с активистами Кумертаусского отдела судебных приставов посетили детский дом в селе Маячный. Подобные встречи с воспитанниками детского дома стали доброй традицией. Активисты общались с детьми в игровой форме. Подарили ребятам книжки, альбомы, краски и другие канцелярские товары. А также дети получили от волонтеров сладкое угощение. По словам активистов волонтерского движения, посещение детского дома позволяет им скрасить жизнь детей. И напомнить ребятам, что они не одиноки. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Акция «Внимание, дети!» ежегодное профилактическое мероприятие, которое проводится инспекторами ГИБДД совместно со школьными отрядами ЮИД. На днях акция прошла на площади Советов. Отряд юных инспекторов дорожного движения работает в третьей школе с 2013 года. Учащиеся занимаются пропагандой правил дорожного движения в городе и устраивают тематические мероприятия для школьников и взрослых. Акция «Внимание, дети!» как правило проводится на наиболее оживленных участках автомобильного движения в городе. В очередной раз она была организована на пересечении улиц Карла Маркса и Ленина. Данная акция проводится с целью предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма. В рамках данного мероприятия отрядом юных инспекторов дорожного движения «Школа номер 3» были приготовлены плакаты и обращения к водителям и пешеходам. Мы члены школьного отряда ГИБДД «Школа номер 3» обеспокоены безопасностью детей на дорогах. И поэтому проводим сегодняшнюю акцию. Цель акции – уменьшить количество травм на дорогах и обезопасить движение на улицах нашего города. В целях безопасности пешеходов мы установили акцию «Внимание, дети!». Мы разработали специальные памятки для пешеходов и водителей, чтобы они были внимательны на дороге и не попадали в ДТП. Юидовцы очень ответственно отнеслись к мероприятию. Готовясь к акции, они не только приготовили яркие плакаты с обращениями к водителям, но и сами внимательно изучили правила дорожного движения. Под руководством инспектора по пропаганде ГИБДД ребята раздали памятки автомобилистам и пешеходам. Акцию мы проводим не первый год, она у нас проводится перед 1 сентября, перед каникулами. Мы усиливаем бдительность, то есть расставляем посты наряды по городу Кумерталу. Снижение у нас происходит по ДТП, но рост детского дорожного транспортного травматизма у нас все равно идет. То есть у нас дети страдают на дорогах и по своей вине, и по вине водителей, но серьезных таких ДТП не было. В основном дети получали незначительные травмы, это синяки, ссадины. Гульнас Филатова, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. До встречи на телеканале «Арис». Продолжение следует.